Подобная стажировка проводится в третий раз, али Рогачевщину, представники замеженных белорусских супольностей, наведывающую пешеню. Тут соправдуюсь, что показать гостям, тем больше, что интересы до белорусской культуры в аудейнику творческой стажировки неподробны, когда протяглый час проживаешь за межами краины, начинаешь отживать соправданную почту ностальгию и ожидание снова долучиться до культуры малой родимы. Их интересует все, что касается белорусской культуры. И вокальное пение, как аутентичное, так и стилизованное современное. Хореография, опять же, побытовые танцы и современная белорусская хореография. Декоративно-прикладное искусство, как изготовить, допустим, ляльку-оберег, как изготовить что-то из соломы, что-то из лозы, как сделать, допустим, ватинанку. У представников замеженных белорусских творческих коллективов ведьми насыщенная программа на протягу ты дня, семинары, состречи, майстер-классы и обовязковые творческие стажировки в одном из регионов. У Рогачевским городским доме культуры демонструют урывки с белорусских пьес и выполняют популярные песни. И Рог Мулин Бульба – это, собственно, национальная народная классика, которую ведают далеко за межами краины. Ансамбль «Родная карани» у Армении снова уже 20 годов, выступая на шматриких плясовках и завщоды с успехом. Армян приходит очень много, им интересна наша культура, и поэтому нас это еще где-то вдохновляет. Во-первых, наше белорусское посольство в Армении, они нам помогают, мы очень плотно работаем, они нас поддерживают литературой, костюмами. Ну, в общем, чем могут, они нам помогают. Сегодня за межами краины проживаются больше 3 миллиона этнических белорусов. Их диаспоры есть практически в всех краинах света, от Аргентины до Австралии. И всюду с упольностью мкнуться до пропаганды своей национальной культуры. Два года тому Ассоциация Беларусь-Калабрия створила на полдне Италии танцевальный коллектив «Куполинка». Мы начинали с детского коллектива, именно детки, которые родились вот в таких смешанных семьях, где мамы наши, вот белорусские, папы итальянцы. Но чтобы именно детям вот показать нашу культуру, чтобы они знали наши корни, вот. И вообще даже вот итальянцам, они очень тепло нас принимают, им очень нравится наша культура, наш танец. И вот мы решили больше сконцентрироваться на танце, вот, чтобы показать вот наши традиции, наши обряды. Творческая стажировка, мероприемство, шмат-плановое, одной темой, и организаторы не обмежевываются, это музей тайных гаючих рослин. Это целый класс народной культуры, история, якой наличия, напевно, не одну тысячу годзи. Супрацовники музея о рослинах, яке можно сустреть у новокольеверских сбору, ведусь, напевно, усе, як икали избирать, як правильно заховывать и уживать. Не все ведутся, ясходно с народными поверами, травы, гатящие добрый оберег. Чабрес, например, очищая ауру, а иван-дамары дозволяют заховывать шлюп на долгие годы. Причем, калі, рабіць вось такі оберег страв, необходна абаяццова выкрасовыць червоную тканіну. Яна обороняя дом ад тёмных сил. У Распобиканскім центра національна культура кажуть, што маюся намер проводить штогадове творче стажироке представників замежних беларуских творчих колективів і надалей. У речі гэта добре доповнення до Межнародного фестивалю беларусов світу, яке проводиться один раз у три гады. Олег Сентюров, Вадир Игорь Панько, телерадио компания «Гомель», Рогачевский район.